Если ты ищешь себе системную камеру, не покупай её, пока не досмотрел это видео, потому что камеры Samsung серии NX это гораздо лучше, чем тебе кажется, и гораздо больше, чем ты когда-либо слышал. Привет! И мы продолжаем нашу рубрику «Есть ли жизнь в камерах до 100 евро?» Или до 90 евро? Нет, даже не до 80 евро. И не до 70, и не до 60. «Есть ли жизнь в камерах до 50 евро?» Ну, или, как здесь, камеры за 50 евро. Ну что, распаковываем. И сейчас немного расскажу, что же здесь должно быть. Я никак не могу понять, как оно всё запаковано. Похоже, вот так. Я искал камеру, которая бы снимала классное фото. Ну, ты знаешь, что, в принципе, 14 мегапикселей мне достаточно, а тут и того больше. Значит, и камера должна была бы снимать видео, потому что, ну, видео на сегодняшний день – это неотъемлемая часть. И камера должна ещё быть с объективом, потому что без объектива камера за 50 – это просто выброшенные деньги. В общем, получается достаточно жёсткие критерии. Можно ли найти что-нибудь в этих жёстких критериях на сегодняшний день? И, оказывается, да, можно. Но работает ли это? Сейчас будем разбираться. Вот такая пришла сумочка. С сумочкой всегда прикольно. Боже, чего они только не делали. Кейс Лоджик. Классно, правда? Вот. И внутри что-то есть. Я надеюсь, что это то, что договаривались, и то, что это работает. Видишь, у меня внутри. Ну что, уже догадался? Правда, похоже на Nex. Но это не Nex. Nex может когда-нибудь будет. Но сегодня я искал именно вот это. И это у нас Samsung NX2000. NX-овская линейка камер Samsung, она, ну как сказать, она не сильно распространённая. И получается, что их редко видишь. Поэтому хотел попробовать. Они есть побольше, поменьше. Что у нас здесь идёт? Мне очень повезло. Заметь. Обычно камеры продаются просто вот так. Но мне досталась камера с вот такой штучкой. А здесь даже есть вспышка. Заметь. Какой хороший был предыдущий владелец. Даже не потерял заглушку. А это теряется в первую очередь. Вот. Вспышечка. Поставили. Подняли. Всё как в Nex. Правда? Но, наверное, должно быть не хуже. Что тут у нас ещё есть? Ой, зарядничек от Samsung. Настоящий. Фирменный. И что ещё? Кабель. Кабель тоже хороший. Видишь, с ферритовым сердечником. Ну, обычный стандартный микрик. И вот сама камера. Я сниму пока вспышку, чтобы насладиться. Объектив. Объектив достаточно хороший, стандартный. 20-50. То есть, с этим объективом можно, в принципе, снимать так. И широкоугольное. И 50 это портрет. Закрывается точно так же, как во всех камерах. Он у нас вот так. У меня такая же была Olympus. Такие же камеры есть. Там какой-нибудь Nikon One. И, в общем, почти все так работают. Давай посмотрим. Передняя линза живая. Живая передняя линза. Это всегда хорошо. Samsung Lens. Что-то тут светофильтр накручен. Тебе не кажется? Да, да. Смотри. Реально премиум про ультрафиолетовый 40,5 мм резьба накручена. Естественно, будет передняя камера, передняя линза. Ничего пыльное немножко. Но так вроде все живое. Теперь самый главный вопрос. Есть ли здесь что-нибудь? А здесь есть у нас батарейка. И сюда засовывается, видишь, микроэздишка. Сэкономили место. Ну, ладно. Тоже хорошо. Камера пришла без микроэздишки. Неважно. Включаем. Включается. Не включается. Что это может значить? Это может значить, что батареи капец. Либо камере капец. И мне это уже совсем не нравится. Что у нас с батареей? Батарея не вздутая. Все живое. Что у нас с камерой? Камеру мы сейчас поставим на зарядку. Будем смотреть, что получится. Хозяин бил себя в грудь пятками. А камера не стартует. Да, плохое как бы начало. Ну и пока все непонятно. Посмотрим камеру снаружи. Что у нас здесь есть? Здесь есть горячий башмак. Опять же, сюда можно воткнуть управляемую вспышку. Или вот такую мини-штучку, которая даст тебе... По-моему, у нее ведущее число что-то около восьми. В общем, спеки потом я озвучу. Есть кнопочка Direct Link. Кнопочка спуска затвора. Включение, выключение. Смотри, она дергается. Есть надежда. Значит, есть вот такой вот колесико. Очень приятный ход для всяких настроек. Спереди небольшой прилив. Абсолютно Nex-овская, так сказать, эргономика. Абсолютно как будто держишь Соньку в руках. Здесь под большой палец прилив. Есть тоже достаточно приятная, опять же, эргономика. Снизу кнопка старта включения видео. Блин, пленка на экране. Серьезно? Хе-хе. Это здорово. Невероятно. Кнопочка домой. Кнопочка просмотра. Есть два уха для крепления. Крепление. Ну, короче, вот этого вот, на чем он висит. Ремня. И, в общем-то, все. Давай попробуем снимем объектив. Вот так это все выглядит внутри. В принципе, чистенько. Объектив, опять же, дешевый пластиковый байонет. Надо с ним быть поаккуратнее. Желательно, чтобы не падал. Но вот такая вот матрица у нас здесь есть. Соединяем. Значит, светосила 3,5, 5,6. Все стандартно. Все, как у всех. Ничего необычного. Ну что, заряжаем камеру. Судя по тому, что она дергается. Есть надежда, что она все-таки включится. И просто батарея разрядилась. И будем делать тестовые снимки. Ну и видео, конечно. Не переключайся. Камера NX2000 вышла в далеком 2013 году. Но на борту у нее тогда уже было все очень хорошо. Это были NX-совместимые объективы, которых в принципе много. И они качественные. 20 мегапикселей. Максимальное разрешение снимка получается 5472 на 3648. Мне кажется, всего хватит. Система очистки от пыли сенсора. Формат записи. Чпек. Либо RAV. Ну, у них свой какой-то RAV SRV 2.0. Кроме того, пишет формат MPO. Пределы чувствительности ISO от 100 до 25600. В автоматическом режиме ограничено до 3200. Стандартные фишки для съемки фото. То есть все как обычно. Плюс какой-то интеллектуальный режим. Плюс автоматический режим. И дальше у тебя есть полная возможность установить все прямо вручную. Кроме того, камера пишет видео. И причем неплохо в MP4. Со стандартным кодеком H264. И звуком в ESC. С разрешением 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду. Кроме того, камера еще может подсоединяться по этим вашим Wi-Fi. И работать в приложениях смарт-камера, работать в режиме AutoShare, SNS и Cloud для Microsoft SkyDrive Cloud. В e-mail, автобекап, удаленный видоискатель, мобайл-линк, Wi-Fi Direct, Samsung Link к телевизору. В общем, Samsung Cloud к этому всему. И получается реально много. На борту из разъемов USB 2.0 и HDMI 1.4. Питается от аккумулятора BP1130 с емкостью 1130 мАч. И этого вроде как должно хватить на 170 минут видео, либо 340 кадров фото. В общем, камера маленькая, продвинутая, похоже на Nex, но немного отличается. В общем, на сегодняшний момент это одна из самых недооцененных системных камер. И сегодня мы это попытаемся исправить. Продолжение следует... Ну, что сказать об эргономике? Эргономика так себе. Во-первых, посмотри, где у тебя упор для пальца. Вот здесь. Как его держать? Вот так вот получается. Вообще ничего не получается. Мало того, хуже того. Ты берешь так, естественно. Но у тебя что здесь есть? Здесь есть фокусировка по тачу. И у тебя постоянно в правом верхнем углу фокус. Фокусировку по тачу отключаем. И смотри, вот там светится, да? Палец проходит. То есть здесь бы чуть-чуть в приливе добавили. Все было бы хорошо. А так все плохо. Палец большой. Непонятно куда класть. Маленький палец. Опять же никуда. Мизинец просто не лежит. Можно вот так взять. Два пальца снизу. Будет чуть-чуть лучше. Но опять все неудобно. Я не знаю, как держать этот фотоаппарат. Я не знаю, как думал тот, кто придумал эту эргономику. Но мне просто неудобно. Его можно держать вот так, как мыльничку. Наверное, так получится лучше. Но опять же тебе нужна вторая рука для того, чтобы регулировать зум, который в мыльничках управляется качелькой. Качелька под большим пальцем. Здесь под большим пальцем опять же экран. В общем, все, что я пытаюсь сделать с этим аппаратом, все, что я пытаюсь сделать в качестве эргономика, у меня ничего не получается.